Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Попали ко мне на проверку в электролабораторию электромеханические дифференциальные автоматы АВДТ от ЕКФ, да еще и типа А, с номинальными токами 16 А, 10 А, токами утечки 30 мА. Предыстория у этих дифференциальных автоматов очень интересная. У одного из моих зрителей возникли сомнения вот в этих купленных дифференциальных автоматах, а именно в исправности их дифференциального элемента. Производил он их проверку самостоятельно, можно так сказать, подручными средствами, с помощью батарейки, меняя полярность и имитируя утечку в блоке питания от ноутбука. Результаты его не удовлетворили и он решил обратиться в техподдержку за разъяснениями. Вот здесь и началось самое интересное. Сначала в техподдержке его долго и упорно пытались убедить, что устройства исправны и что нет повода для беспокойств. Мол, не ломайте себе голову и пользуйтесь, не боясь этими устройствами. Далее вот все же настоял и отправил заявление в один из официальных интернет-магазинов EKF с просьбой провести проверку всех приобретенных дифференциальных автоматов и выяснить, исправны они или нет. Всего было, кстати, приобретено 6 таких вот устройств. После заявления ему сразу же предложили обменять все дифференциальные автоматы, ссылаясь на то, что эта серия вышла бракованной. Я прикладываю скрин переписки вот здесь вот вверху, где представители EKF прямо пишут, что последние партии поступали с ошибкой, то есть вместо типа А поступали устройства типа АС. Это ж куда такое годится. Далее по тексту переписки они поясняют, что все электромеханические дифференциальные автоматы AVDT-63 типа А, это вот именно вот эти вот устройства, сняты с продажи, хотя на текущий момент они все еще есть в продаже и на других крупных площадках. Далее в техподдержке убедили, что в настоящее время ими проведена работа с производством и на выпуске партии товаров введен контроль. И сразу у меня встает вопрос, а его что, разве вообще никакого не было раньше? В общем, по итогу все средства были возвращены покупателю. Вернул человек не все устройства, 2 решил оставить все-таки для себя, чтобы разобраться в текущей ситуации. Ну, безусловно, что проверка подручными средствами это далеко не верный метод проверки. И чтобы развеяться мнение покупателя, я предложил прислать мне эти экземпляры на проверку специальным поверенным прибором. Ведь стоимость у них далеко не дешевая. В данный момент составляет в районе 2000 рублей за штуку. А теперь давайте выясним, действительно ли ЕКФ под видом электромеханических дифференциальных автоматов типа А успешно продавала стандартный тип АС. Ну и заодно проверим, а являются ли вообще они электромеханическими. Или это тоже очередной трюк от ЕКФ. В одном из видео я уже подробно пояснял про классификацию узоидифавтоматов. Пояснял, чем отличаются электромеханические узоидифавтоматы от электронных. Пояснял за их классификацию и так далее. Поэтому здесь повторяться не буду. Обращаю внимание, что проверять в сегодняшнем видео я буду только дифференциальный элемент наших экземпляров. Нас в данный момент интересует только дифференциальная защита, а не электромагнитные и тепловые рассыпители данных устройств. Кстати, видите, тепловые и электромагнитные рассыпители установлены лишь в одном полюсе. Здесь электромеханическое написано. Здесь указана схема. 6000 А это отключающая способность. И указан тип А. Ну и уставка, соответственно, 30 мА. Здесь тоже написан дифференциальный автомат, ВДТ, электромеханический, ЕКФ, Проксима. Подключил наш диффавтомат. Вот питание. Фаза 0. Все в соответствии со схемой. Так, взвожу диффавтомат. Ну и в первую очередь проверим его кнопкой теста. Отключается. Для измерения отключающего дифференциального тока, ну, тока уставки, в нашей лаборатории имеется прибор МРП-200 от Санель. Прибор поверенный и буквально только что как раз таки и вернулся с поверки. Розетку здесь я подключил для того, чтобы было более удобнее проверять диффавтомат с помощью специальной вилки унишука от нашего прибора. То есть я ее подключаю вот сюда. Включаем наш диффавтомат. Еще раз повторю, наш диффавтомат АВДТ имеет заявленный тип А. То есть срабатывает при возникновении в цепи переменного синусоидального дифференциального тока или пульсирующего постоянного дифференциального тока. Все эти параметры указаны непосредственно на его корпусе и паспорте. Теперь выставляем на нашем приборе тип А. Вот она, пульсирующая, постоянная. Выставляем уставку 30 мА и нажимаем старт. ДИФАВТОМАТ. Еще раз. Оп! Видите? Не сработал. Не отключился диффавтомат. Давайте сделаем другой полярности. Вот такой вот обратный. Еще раз попробуем. Оп! Видите? Ошибка RCD. Не отключается. Ток прибора, который протекает в данный момент через диффавтомат, не вызывает срабатывания нашего диффавтомата. Давайте здесь попробуем выставить режим пульсирующего постоянного тока. То есть это еще с постоянной составляющей 6 мА. Посмотрим, как оно себя поведет. Оп! Видите? Опять ошибка. ДИФАВТОМАТ не сработал. Давайте поменяем полярность. Оп! Ничего не происходит. Ничего не изменилось. Ну, давайте проверим его хотя бы переменным синусоидальным током. Будет он вообще срабатывать или не будет? Может, оно даже не является типом АЭС? ДИФАВТОМАТ сработал. То есть значение отключающего дифференциального тока составило 23,9 мА. Можем поменять полярность ради интереса. Еще раз попробуем. Оп! ДИФАВТОМАТ 23,9 мА. То есть здесь это значение вполне удовлетворяет требованиям ГОСТ 51326. То есть номинальный, не отключающий дифференциальный ток должен быть не меньше 0,5 мА от номинального тока уставки. То есть измеренное значение не должно быть у нас ниже 15 мА и выше 30 мА. У нас получилось 23,9 мА, что вполне соответствует. Но это у нас синусоидальный переменный ток. Это же у нас соответствует типу АЭС. А диффАВТОМАТ у нас заявлен как тип А. Поэтому в целом диффАВТОМАТ является неисправным и непригоден к дальнейшей эксплуатации. Ну давайте ради интереса измерим время его срабатывания. Так, 35 мс при однократном токе. 17 мс при 2-кратном токе. И 16 мс при 5-кратном токе. Здесь измеренные значения времени удовлетворяют требованиям указанного ГОСТа 51326. Это пункт 5.3.12, таблица 1. Где указаны требования по максимальному времени срабатывания дифференциальных автоматов. Давайте еще попробуем увеличить уставку. То есть вернем тип А. Вот. И выставим уставку как будто у нас не 30 мА, а 100. И попробуем проверить диффАВТОМАТ. Оп. Ошибка. Давайте еще раз. Ошибка. Давайте другую полярность сделаем. Сразу выдается ошибка. Но самое интересное, что если мы ставим предел 30, у нас получается максимальный предельный ток составляет 42 мА. При 42 мА у нас диффАВТОМАТ не сработал. Не срабатывает по итогу. Когда же мы ставим предел 100 мА, у нас здесь начинается измерение от 40 мА до 140 мА. То есть по факту вот этот диффАВТОМАТ, по факту он срабатывает примерно при токе, я думаю так, 42 мА. Давайте проверим второй экземпляр. Вот 10-амперный дифф. Включаем. Так, смотрим напряжение. Ну, давайте кнопка тест. Работает. Давайте сразу тогда вставляем 30 мА. Давайте с типа А начнем. Поехали. Оп. Аналогичная ситуация. Давайте поменяем полярность. Аналогично. Давайте сделаем постоянной составляющей 6 мА. Попробуем, вдруг сработает. Не срабатывает. Ну и поменяем также полярность. Не срабатывает. Давайте сделаем чисто синусоидальную составляющую. 28,1. Давайте сменим полярность. 28,1. Ну, давайте замерим время. Так, 97 мс. Что-то многовато. 56 мс. Давайте еще раз. 55 мс. Давайте двукратный. 30 мс. И пятикратный. 16 мс. Ну, при пятикратном у них значения вот с этим экземпляром одинаковые получились. Ну, давайте сейчас сделаем так же с уставкой 100 и проверим, как она себя поведет. Вот это да. Давайте увеличим до 300. А вот здесь, вот видите, он сработал. То есть, это нам говорит о том, что по факту величина его дифференциального тока срабатывания находится в пределах от 120 до 140. миллиампер. Давайте волярность поменяем. Попробуем. Ну, аналогично. Безусловно, здесь все понятно. Данный диффавтомат не соответствует ГОСТу и к дальнейшей эксплуатации запрещен. Для примера, для наглядности покажу вам аналогичный дифференциальный автомат. Это у нас Hager ADS 966D на 16 ампер с током уставки 30 милиампер. Также у нас он типа А вот указано на его корпусе и электромеханический. Включаю. Нажимаю кнопку тест. Работает. Да, кстати, смотрите, какая интересная система здесь используется у Hager. то есть самозажимные клеммы. То есть, просто вставляется до защелкивания и готово. Но это только со стороны питания. Со стороны нагрузки здесь у нас уже обычные винтовые зажимы. А вот здесь вот так. И даже, как видите, вот по два проводника, что тоже очень удобно. Итак, выставляю сразу постоянный пульсирующий ток. Уставка у нас 30 милиампер. И поехали. Оп! 25,1. Пожалуйста. Поменяем полярность. 20,9. Отлично. Так, давайте добавим тут постоянную составляющую. Пожалуйста. 25,1. Другой полярности. 20,9. Все одинаково. Давайте тип АС еще проверим. 23,9. Отлично. Давайте время измерим при давайте двукратном токе. 18 милисекунд. При пятикратном токе. 18 милисекунд. Ну, давайте при номинальном токе. При однократном. Все три кратности срабатывает диф-автомат за одно и то же время 18 милисекунд. Отлично. Вот так должен работать нормальный диф-автомат электромеханический типа А. Ну, а теперь проверим являются ли они вообще электромеханическими или все-таки нет. Может быть и здесь есть какой-то подвох. Итак, поехали. Включаю и пропускаю синусоидальный ток через один из полюсов. Поехали. 10 милиампер 15 милиампер 15 милиампер 20 милиампер 23 милиампера. Диф-автомат у нас срабатывает. Это значит это говорит нам о том, что все-таки он является электромеханическим. Хотя бы здесь не обманули. Давайте второй проверим. 10 милиампер 15 20 23 25 28 милиампер То есть сработал. В заключении скажу кратко. Не забывайте после установки УЗО Диф-автоматов простых автоматов автоматических выключателей и так далее и тому подобное проверять их на соответствие с заявленным характеристикам. Не верьте что написано в паспорте либо на корпусе устройств. Только замеры и ничего больше. Только так можно быть уверенным что в случае возникновения какой-либо неисправности в цепи данное устройство должным образом сработает. И это касается не только бюджетных производителей таких как ЕЭК ЕКФ ТДМ но и более дорогих представителей таких как Шнайдер Электрик ИББ Легрант и Хаггер. И цена здесь далеко не гарантия что если вы считаете что ИББ и Шнайдер и Хаггер имеют большую стоимость относительно более бюджетных аппаратов то они имеют какую-то гарантию. Нет нисколько неоднократно и не раз и не два попадаются ситуации когда и дорогие устройства не соответствуют заявленным характеристикам. И о некоторых таких случаях я кстати тоже рассказывал и у себя на канале. И отдельный привет хочется передать компании ЕКФ что возникает вот такие вот не очень красивые ситуации. Дорогие дифавтоматы стоимостью по 2000 рублей продаются не в соответствии со своими заявленными характеристиками. Заявленный тип А соответствует действительности но он срабатывает не по своей уставке. Уставка здесь заявлена 30 мА эти устройства не проходят по этой уставке. Очень жаль что случаются вот такие вот ситуации очень печально. Надеюсь что ЕКФ увидят данный видеоролик и примут какие-то меры на будущее чтобы избегать подобных ситуаций. Но а пока факт остается фактом. Человеку продали дифавтоматы которые не соответствуют своим заявленным характеристикам. У человека возникли сомнения настоял на том что провели экспертизу провели проверку и сразу всплыла информация о том что у ЕКФ имеется бракованная партия. Но если у вас имеется бракованная партия то зачем вы зная об этом выдаете ее в продажу сделайте тогда как меандр возврат тогда массовый что да мы там принимаем ошибку мы знаем об этой ошибке пожалуйста принесите свои устройства купленные там допустим с такой-то даты по такой-то дату или с какими номером привязанным например нет просто втихаря продолжаются продолжают идти продажи ЕКФ об этом знает но тем не менее продажи идут на этом все вот такое получилось небольшое видео кому оно понравилось обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди будет много всего еще интересного ну еще в заключение добавлю не забывайте подписываться на мой инстаграм канал там я публикую практически ежедневно различные интересные ситуации из рабочих будней и также присоединяйтесь к нашему дружелюбному чату в телеграме нас уже там более двух тысяч человек и там ежедневно обсуждаем тоже различные интересные ситуации отвечаем друг другу на вопросы на различные и просто общаемся на электротехнические темы ну а с вами как всегда был Дмитрий автор канала Заметки Электрика до новых встреч